Вы смотрите программу «Открытый урок» на телеканале 7 в студии Юлия Матвеева. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о профессиональном образовании. У нас в гостях заместитель директора по учебной работе Курского педагогического колледжа Людмила Баркова. Здравствуйте, Людмила Дмитриевна! Здравствуйте, Юля! Ну что, прежде чем начать наш разговор, я предлагаю ввести телезрителей в курс дела и показать небольшой материал о том учебном заведении, которое вы представляете. Внимание на экран! Здание на пересечении площади Перекальского и улицы Карла Маркса знакомо всем. Но не все знают, что это альмаматер значительной части курских учителей. Уже много лет здесь располагается Курский педагогический колледж, ведущий свою историю еще с 1923 года. Здесь, как в зеркале, отражалась жизнь новой страны. Все наши выпускники, начиная с 1923 года, а в музейной сфотографии есть с 1923 года, студенты, преподаватели, их жизнь и судьба нераздельна с историей нашего государства. Потому что 20-е и 30-е годы – это ликвидация неграмотности, и наши выпускники на следующий день разъезжались по деревням, селам, поднимать культурный уровень нашего населения, нашей области. В предвоенные годы, 21 июня 1941-го, людям был 17-й выпуск нашего учебного заведения. Люди получили диплом, выпускники, а на следующий день военкоматы их ждали с тем, чтобы защищать Родину. Три специальности – учитель начальных классов, учитель музыки и учитель физкультуры. Курский ПЭД-колледж – одно из старейших профессиональных учебных заведений области. Традиции здесь на первом месте, но руководство не забывает и об инновациях. Каждый год мы не стоим на месте, мы идем вперед. Стандарты нового поколения, люди только начинают в чем-то разбираться, а мы уже разработали учебные планы, и уже в Липецке Валентина Владимировна выступала у нас, и совет директоров провели, Людмила Дмитриевна Заучи, как уже по совету директоров. Мы стараемся делиться тем опытом, который есть. Дети стали немножко другие студенты, они более свободны, ну и тем не менее, это очень хорошо, но в то же время и приходится здесь и причесывать это тоже. Но дети любят, главное, что мы любим свой колледж. И не случайно, вот колледж – твой дом, и ты в нем хозяин – это действительно наш девиз. Уют и порядок в этом доме поддерживает педколлектив – трудолюбивый, творческий, инициативный. Кстати, многие здешние преподаватели – бывшие выпускники, не сумевшие расстаться с любимым колледжем. Многие сотрудники – неоднократные победители различных конкурсов профмастерства. Например, местный литератор – лучший в области преподаватель года 2009. Сейчас много таких интернет-ресурсов, много электронной библиотеки, а книга уходит из нашей жизни. А я бы хотела, чтобы книга оставалась, и дети, студенты чаще обращались к художественной литературе, к русской классике. Кстати, педколледж, в отличие от других учебных заведений, сохранил традицию распределения выпускников на рабочие места. Мы распределение сохранили, в отличие от других учебных заведений. Мы распределяем наших студентов. Где-то 75 и более процентов мы распределяем. А это тоже дорогого стоит. Дети наши, да, по старинке, да, консерваторы. Ну, может быть, это тоже и неплохо. Хотя все современное нам не чуждо. Был период 60-70-е годы, когда распределялись наши студенты по всему Советскому Союзу. И ехали и на север, и в Азию с русским языком учителями начальных классов обучать, работать с учителями в самых глубинках, в самых-самых... Воспоминания, кстати, об этом сохранились наших преподавателей, мы их храним здесь, в наших музеях. В историко-педагогическом музее много чего хранится. Но один из самых дорогих экспонатов – желтая майка лидера олимпийского чемпиона Валерия Чеплыгина, выпускника физкультурного отделения колледжа. Оно открылось в 67-м году, но до сих пор популярно и не только у юношей. Из нашего учебного заведения вышли такие великолепные и знаменитые спортсмены. Вы, наверное, знаете, это Валерий Чеплыгин, Шумакова, Алла – это участники Олимпийских игр. И много мастеров спорта, кандидатов, разрядников. И в настоящее время у нас учатся кандидаты в мастера спорта по легкой атлетике, разрядники по видам спорта, по настольному теннису, также по легкой атлетике, по тяжелой атлетике, по дзюдо. Десятью годами ранее, в 57-м, в колледже было открыто музыкальное отделение. Сегодня здесь учатся 100 человек. Особая гордость – учебного заведения, хор и оркестр, собранные студентов и преподавателей. Вообще, в неклассной работе в педколледже уделяется большое внимание. У нас работает 17 творческих коллективов, кружков, 11 спортивных секций. Занимаются студентов где-то около 90%. Стараемся максимально охватить всех. Естественно, отсюда и результаты у нас довольно-таки хорошие. У нас два студента являются лауреатами премии губернатора, два студента – лауреаты премии мэра, и одна студентка – лауреат премии Курской областной думы. Для нашего небольшого учебного заведения эти результаты довольно-таки солидные. Одна из черт инновационного учебного заведения – научно-исследовательская деятельность. Здесь с этим все в порядке. В последние годы мы тоже создали у себя студенческое научное общество. Какие области мы исследуем? Конечно же, области по профилю нашей подготовки. Это области психологии, а область эта широчайшая имеет стороны. Это область педагогики, это область культуры, это область истории и область молодежной политики. Члены студенческого научного общества – постоянные участники олимпиад, конференций, конкурсов и турниров. Не только областного, но и всероссийского уровня. Те же исследования, которые девушки проводят в области педагогики, психологии, они имеют практическую значимость. Они идут в школу, имеют возможность уже делиться с учителями начальных классов, и они их там ждут. Хотела бы сказать спасибо нашему колледжу за то, что он дает возможность не только развиваться как педагогу, но и как всесторонней развитой личности формироваться. Потому что ведь нам интересна не только педагогическая деятельность, но и другие виды деятельности. И в колледже я очень многого достигла и в других областях, которые мне очень интересны, как и другие наши студенты. Поэтому я очень люблю наш колледж. Ну и, конечно, что за учитель без педпрактики? У студентов воспоминания о своих первых уроках незабываемы. Когда прозвенел звонок, и я встала у доски и увидела, как на меня устремились 20 пар глаз, детских глаз, таких ждущих, ищущих, в ожидании, что я им скажу, чему я их научу. Вот тут я понимаю слова наших преподавателей, которые всегда говорили нам, что настоящий учитель должен не только помочь детям во владении знаниями, умениями, навыками, но и прежде всего помочь им выбрать правильную дорогу в жизни. Особых проблем с трудоустройством у студентов нет. Возможно, в этом вопросе играет роль опыт и авторитет учебного заведения. Достаточно высок процент трудоустройства наших студентов в образовательных учреждениях. Есть районы, где в 100% школ работают наши выпускники, причем в разных категориях, и учителями начальных классов, и получив высшее образование в старшей школе, и учителями музыки, и учителями физкультуры. Есть школы, где свыше 50% работают наши выпускники. Из 360 педагогических колледжей и училища России Курский в первом десятке, потому что здесь не боятся идти вперед, потому что каждый здесь на своем месте. Итак, мы увидели, что Курский педагогический колледж входит в десятку из 360 аналогичных учебных заведений, в десятку лучших. Расскажите, что это был за мониторинг и какие показатели учитывались? Последние 10 лет такой мониторинг проводится регулярно. Первый показатель, конечно, это результат деятельности как всякого учебного заведения, так и профессионального. Половина студентов всегда учится на хорошо и отлично. И если посмотреть динамику, то на первом курсе может быть треть таких, а к выпуску это уже до 70%. То есть и в среднем получается где-то половина. Вот это первый показатель. Второй показатель – это очень высокий качественный состав педагогических кадров. Во-первых, у нас стабильный коллектив, у нас за последние 15 лет не уволился ни один человек. Достаточно сказать, что где-то у нас 78% имеют высшую первую категорию. У нас работают 11 преподавателей, имеющих звание заслуженный учитель Российской Федерации, 7 кандидатов наук. И третий, конечно, показатель очень серьезный – это занятость наших студентов в научно-исследовательской деятельности. И вот, пожалуй, по трем показателям, по которым мониторинг идет по России, мы находимся где-то на 8, 7, 9 месте. Но это очень почетное место, учитывая, что приоритеты создаются столичным городам. Расскажите, какие основные специальности, какие профессии можно получить у вас из срока обучения? Ну, специальности у нас три традиционных. То есть как открылось Курское педагогическое училище в 1923 году с подготовки учителей начальных классов. Вот эта специальность главная, основная. Вторая специальность у нас была, это, конечно, учитель музыки и музыкальный руководитель детского сада. Тоже уже почти 50 лет. И самая молодая учитель физкультуры – это где-то 40 лет. Вот даже в угоду или на потребу моды, когда открывались экономические, юридические, различные подготовки гувернанта, какие-то социальные работники, мы не пошли на это. То есть можно сказать, что мы, наш коллектив, горды своей традиционностью. Есть специальности, есть очень хорошая база для их подготовки, есть очень хорошая база таких, знаете, традиций. Вот мы на этом. В общем, есть серьезная связь со школами, есть очень серьезная традиционность в коллективах учебных заведений, различного уровня, начальных школ, основных школ. Собственно, мы всегда готовим к этой специальности. Если был период, когда мы работали в двух уровнях с университетом курским, мы могли себе позволить готовить дополнительную готовку. У нас было где-то 9. Это учитель иностранного языка, учитель музыки, из искусства. Но сейчас от нас требует стандарт только подготовка одной квалификации. Мы, в общем-то, на этом и работаем. Сроки обучения? Сроки обучения, как обычно, у нас, если основная средняя школа, то есть 9 классов, это 3 года 10 месяцев. Если это 11 классов, то есть полная средняя школа, это, конечно, 2 года 10 месяцев. Ну, это такая классика, которая везде есть в стране, отклонений никаких нет. Заочная, очная форма обучения? Те, кто желает работать, начиная с последнего курса, или, допустим, по ходу за детьми, но все равно это очень строгое посещение и еженедельная сдача зачетов. То есть тут контроль очень строгий. Поэтому так мы привыкли с очной формой, и заочную мы никогда не скрывали. Просто такой потребности не было. В вашем случае, безусловно, важнейшей формой обучения студента является педагогическая практика, да? Да, конечно. Расскажите, как это проходит? Сейчас у нас вообще, как говорят, среднее профессиональное учебное заведение – это практика ориентированная. То есть, если посмотреть, допустим, есть у нас 4,5 тысячи часов в учебном плане, из них 2, 250 – это практика. Имеется в виду какая практика? Это различные виды лабораторных, практических занятий. Это, конечно, внеурочная практика. То есть, когда дети с рамками учебных занятий, наши дети, имею в виду, ну, они для нас дети, или наши студенты, организуют внеклассную работу в школах. И, конечно, это практика пробных уроков. То есть, у нас такая система, что практика идет вместе с теоретическим учением. Выделяется день в неделю, когда студенты в школе. Они дают пробные уроки, анализируют уроки. И таким образом мы подводим студентов уже 4-му курсу, когда они идут на преддипломную практику. И вот если мы посмотрим, то к концу преддипломной практики мы уже видим, как студенты у нас умеют работать с классом. У них хорошо поставлена речь. У них появился грамотный словарный запас. Сформированный понятийный педагогический аппарат. Практика начинается со второго семестра, если на базе 11 классов, или с третьего семестра, если на базе 9 классов. Вот представьте, поручился год у нас и пошел на практику. И вот так мы осторожно их выводим к тому, чтобы они не боялись детского коллектива. И, в общем, получается неплохо. А где ваши ребята практикуются? Это городские школы? Значит, у нас есть базовая школа 27-я, где мы даем пробные уроки. И 38-я, там тоже у нас идут пробные уроки. То есть нам предоставляют свою площадку. И площадка идет экспериментальная в течение всего учебного года. Это пробные уроки. И если это внеклассная практика, то есть когда мы готовим в качестве классного руководителя, то там у нас где-то 7 школ города. Эта школа 31-я, и 42-я, и 38-я, и 6-я, 4-я гимназия. Если это преддипломная практика, здесь мы уже заключаем договоры и с лучшими школами области, и с лучшими школами города. И, конечно, уже там идет такая, знаете, окончательная методическая помощь студенту, где учитель помогает ему, и, конечно, наши методисты. Так что, если посмотреть, то у нас договоры где-то с 45 школами. Это договоры такие традиционные, площадки традиционные. И надо сказать, что и студенты приносят туда что-то новое, свое. Мы много инноваций им даем. И они, приезжая из практики, очень много приносят интересного. Поэтому у нас у них большая копилка. Ну, даже не копилка, а вот, может быть, диафонотека, аудиотека. Дальше, видеотека с преподавателей области их лучших уроков. Это преподаватели физкультуры, музыки и начальных классов. Вот где-то у нас около 400 фильмов, которые мы успешно используем на частных методиках. То есть, говорит, идет методика русского языка. Не всегда же нужно объяснять, как идет преподавание. Проще иногда и показать. Вот такие видеофрагменты, видеоуроки мы очень широко используем. Отсюда такой взаимный обмен опытом. Мы для них, а не для нас. Индикатором хорошей работы учебного заведения, безусловно, является стопроцентное трудоустройство выпускников. Конечно. Ваши ведь желанные работники в школах и области, и города Курска. Как удается это? Вот, безусловно. Вы знаете, сказать, что 100%, наверное, невозможно. Вот сейчас ФГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, который входит в 10 сентября, требует от нас 92%. Это очень высокий процент. Вот у нас, мы проводим распределение, и мы этим гордимся, что у нас действительно распределение есть. То есть, если студент, выпускник хочет, он всегда получит работу. Где-то 72% мы направляем. Но плюс где-то 22-24% у нас идут учиться по очной форме обучения. В общем-то, показатель учебы это тоже очень важно. Поэтому можем сказать, где-то 93-94% ежегодно. Это связь с спецспециальностями. Ну, конечно, уход в армию есть какой-то. И, безусловно, где-то 4% девушек или женщин, которые имеют детей до года, они предоставляют право свободного трудоустройства. Ну, вот вы знаете, если мы очень проводим серьезный мониторинг по этому вопросу, у нас очень тесная связь с выпускниками. И по каждому району области в среднем где-то процентов до 70% наши выпускники не работают. И работают такие из потомственной династии. Они многие приезжают к нам. То есть, это вообще-то, ну, как бы сказать, дорогого стоит. Можем сказать, что мы, ну, не впустую Курский карьбатерический колледж готовят учителей. Нет, Туш, я не знаю, кем нужно быть, чтобы так сказать. Нет, в самом деле. Давайте поговорим о учебном годе следующем, 2011-2012. Как осуществляется прием? Есть ли какие-то курсы подготовки предварительные? Прием, конечно, сейчас это очень больное место для всех. И для нас тоже. Вы знаете, ведь Курский педколледж имел очень высокий конкурс. Вот я поступала, у нас было 12 человек на место. 10 лет назад это 8-9 человек на место. Сейчас, конечно, сеть очень большая. Много очень учебных заведений. И мы держимся на своем глубоком авторитете. Понимаете? Конечно, курсов сейчас нет. Почему? Потому что, если после 11 класса мы принимаем по результатам ЕГЭ. Вот они приносят. А для музыкального отделения и физкультурного у нас творческий, так называемый, экзамен. Для музыкального это показать свои способности музыкальные, физкультурные способности. Физической подготовки. Что касается школьного отделения, здесь, конечно, тоже ЕГЭ. Если это на базе 9 классов, здесь у нас ребенок, который имеет аттестат без оценок удовлетворительный, принимается без экзаменов. Если ребенок имеет удовлетворительные оценки, тогда он пишет диктант и контрольную работу по математике. Но опять-таки мы спрашиваем, если есть желающие, мы такие курсы организовываем. Если дети у себя готовы, то таких курсов сейчас нет. Но у нас идет целенаправленная профориентационная работа. То есть преподаватели физкультурного отделения уже имеют теснейшую связь со всеми спортивными детскими школами. Они участвуют в районных и городских олимпиадах спортивных. Сами проводят в мае спортивную олимпиаду. И те дети, которые получили, будем говорить, очень неприличные показали результаты, мы им предлагаем без конкурса, без экзаменов к нам поступать. Но ЕГЭ, конечно, они приносят. Также и музыкальное отделение. Это огромная целенаправленная работа по всем крупным школам области. Конечно, детскими музыкальными школами. У нас очень неплохо зарекомендовался конкурс абитуриентов на музыкальное отделение, где они на основе конкурса показывают свои музыкальные способности в вокале или, допустим, в игре на инструменте. И уже мы с ними держим конкретную связь. Мы стараемся таких детей талантливых принять, конечно, в первую очередь. Поэтому сейчас вот эта работа по приему проводится в течение всего года. И, конечно, школьное отделение, мы в первую очередь связаны с сельскими основными школами. То есть ребенок заканчивает 9 классов, все равно он уходит, у него нет в селе. Возможно, он уходит либо в городскую школу, районную. И эти дети охотно идут, конечно, к нам. Вот сейчас, допустим, прием последних двух лет. Где-то у нас около 70% это детей как раз сельских основных школ, которые очень довольны обучением у нас. Вы знаете, вообще, надо сказать, что гордостью еще нашего учебного отделения является то, что часть, определенная часть городских школьников приходят к нам, чтобы получить очень хорошее образование. Они даже говорят так, будем работать, мы профессиональнее будем, но получим мы здесь очень хорошее образование. И потом же они могут получать образование другое, но иметь очень хорошую базу. Эта оценка дорогого стоит. Да. И если поговорить с нашими студентами, в общем-то, и выпускниками они задают нам такую высокую оценку. И мы стараемся, конечно, вот эту планку высокую никак не уронить. Вы понимаете, это важно. То есть чем можем гордиться? Своими выпускниками. Они нам приносят славу. Ну и в заключении нашего эфира хотелось бы узнать о планах на будущее. Какие перспективы у Курского педколледжа? Ну, планы на будущее, если сказать ближайшие, то мы сейчас очень серьезно готовимся к первому сентября, потому что все мы переходим на новый государственный образовательный стандарт. А это абсолютно другие учебные планы. Это совершенно другие рабочие программы. У нас впервые вводится профессионально-модульное обучение, которое вообще не было в педобразовании. То есть это огромная подготовка вот такой, знаете, учебной, учебной правовой документации, которую сейчас создает наш коллектив. Ну и, конечно, естественно, совершенно другая подготовка студента. Дело в том, что школа динамично меняется. Школа требует нового учителя. Она требует учителя, опять-таки, который способен подходить творчески. Модернизация общества, модернизация школы. И наша задача не отстать, а даже идти чуть-чуть на шаг вперед, понимаете. Поэтому мы очень рассчитываем, что мы сможем готовить конкурентноспособного педагога, который будет востребован в любой школе городской и сельской. И, конечно, будет готовить тех детей, которых мы хотим видеть в школе. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ответьте на наши вопросы и до свидания. Спасибо большое вам, Юлия. Маш коллектив очень благодарен телекомпании «Сэйм» за то, что вы уделили нам такое большое внимание. О, это мы всегда с удовольствием. Приглашайте. До свидания. До свидания. Это была программа «Открытый урок». До встречи в эфире. «Открытый урок»